Доброе утро, Данила! Доброе утро, друзья! А что нас волнует? Нас волнует то, что у некоторых людей жизнь налаживается, а у других она все никак наладится не может. О чем, собственно, речь? В начале октября сразу несколько российских певиц и актрис в Инстаграме, у каждой из них, я сразу хочу сказать, больше миллиона подписчиков, появилось несколько постов, эти посты объединяет хэштег. Хэштег «Жизнь налаживается». Например, первой засветилась Нюша, певица, немножко забытая, видимо, вот решила о себе напомнить. Пишет она следующее. «Привыкаю к необычному транспорту», пишет она из Венеции. «Венеция уникальный город в плане передвижения, нет пробок и проблем с парковками. К слову, есть с чем сравнить. В моей любимой Москве ситуация с пробками и парковками поменялась кардинально за последние годы, я считаю, в лучшую сторону». Тут же к ней присоединилась Ольга Бузова, тоже известная нынче девушка. У нее как налаживается? У нее налаживается. А она сказала, что Москва стала светлее, город посветлел. Видимо, речь идет о буличном освещении. Я не знаю. «Привыкла». Так же, как и Нюша, она тоже привыкает. Я почему-то не сомневаюсь, что Москва становится светлее. И вообще лучше день от дня скоро выборы, кстати. Да, так вот об этом и речь. И источники, близкие к администрации президента, сказали, что этот проект «Жизнь налаживается» не что иное, как продукты неких пиарщиков, которые должны создать вот такой позитивный фон, и люди должны поверить в то, что жизнь действительно налаживается. Люди решили отреагировать по-своему. Они начали тоже публиковать в Инстаграме посты с фотографиями, и тоже с этими хэштегами жизнь налаживается. Но фотографии были совершенно другие. Я думаю, наши телезрители сейчас могут на них посмотреть. Это фотографии разрушенных дорог каких-то, да, где так и не положили асфальт, там, не знаю, за последние 15-20-25 лет. Это какие-то хибары, еще что-то. Причем многие из этих фотографий, они сделаны были в Москве, потому что все-таки речь в первую очередь шла о Москве. Но, правда, там присоединились и другие тоже люди из других городов. Тюмень есть? Тюмень я, если честно, не обнаружил, потому что, мне кажется, для Тюмени это вообще не новинка. Давайте, в конце концов, вспомним про наш замечательный проект «Тюмень – наш дом». В рамках этого проекта абсолютно любой житель Тюмени может сделать фотографию какой-то неказистой ерунды в своем дворе, которая ему там мешает, раздражает его. Отправить на этот портал, да, и через какое-то время будут приняты меры. И отреагируют. Да, и все будет сделано. Да, и все будет сделано. И, кстати, вот тем самым чиновникам, или там, я не знаю, кто стоит за проектом «Жизнь налаживается», стоит обратить внимание на вот это и использовать те фотографии, которые прислали с этим хэштегом. Ну, вот для того же самого. Ну, вот смотри, а звезды, они-то почему выставили? То есть это была какая-то проплаченная пиар-акция, получается? Я думаю, что да. То есть догадки такие, что не просто так все появились эти фотографии. Вы хотите сказать, что Нюша берет деньги? Да вы что? Давайте к следующей новости, дорогие друзья. На этой неделе в интернете большую популярность в самом начале получила несколько видео. На видео мы можем увидеть приборную панель автомобилей «Газель Некст» выпуска 2017 года. Давайте посмотрим. Так, ну, пока что мы видим, что это приборная панель автомобиля. Подожди, подожди, тетрис, я вижу, вон смотри, квадратики летят. Оказалось, что газ, пресс-служба Горьковского автозавода подтвердила наличие тетриса в «Газелях» и сказала, что это было сделано для того, чтобы протестировать экран. То есть надо вот протестировать экран, узнать, работает он, не работает, и для чего-то вот сделали вот эту вот штуковину. Ну, оставили, то есть протестировали, видимо, забыли убрать. Вообще, на самом деле, они собирались убрать отовсюду, но кое-где оставили. То ли случайно, то ли специально. Заигрались? Заигрались в водитель? Будет теперь отвлекаться, да. Как оказалось, инструкция настолько сложная, что вот лично я даже не представляю себе, кому в голову пришло проделать все эти действия, чтобы запустить тетрис в «Газели». Итак, внимание, включить зажигание и три раза показать поворотник направо, два раза включить дальний свет, выжать сцепление пять раз, поднять обороты двигателя до трех тысяч и зажать кнопку регулятора на приборной панели налево. Это игра только для мужчин рассчитана. И ты уже выиграл, это уже чемпион после этого. А самые первые шутки, которые после этой инструкции появились, те, кто играл в «Мортал Комбат» или «Смертельную битву», знают, что такое фаталити. Это самый мощный прием, но для того, чтобы его запустить, необходимо было очень-очень много комбинаций клавиш нажать и так далее. И вот появилась сразу картинка, что вот человек нажимает, нажимает, нажимает это все, и появляется фаталити. То ли «Газель» там разрушается после этого, то ли что-то в этом роде. Плюс ко всему были замечательные шутки. Инновации, ребята. «Газель» настолько идеальна, что пришлось высосать из пальца фичи. Фичи, ну вот, всякие такие штуковины модные. Ну и, конечно же, заподозрили в рекламе. То есть решили, что это было исключительно... Да, что это в рекламных целях было оставлено. А, кстати, да, это интересно. А это действительно работает. Вот как бы мы еще начали с вами обсуждать сейчас тему? Причем это будет обсуждаться несколько дней. И люди так и пишут. И тут я захотел купить «Газель». Вот это поворот. Вот и я о том же хотел сказать. Сейчас многие пойдут в автосалоны, чтобы попасть в кабину и попробовать все. «Тетрис». А может быть, потом понравится. Только из-за того, что там есть «Тетрис». Ну и по поводу безопасности шутка была такая. Директор «Морга» звонит другу продавцу «Газели» и спрашивает. Ты сколько «Газелей» с «Тетрисом» сегодня продал? Четыре. Один где-то еще катается. Ну, конечно же, пресс-служба «Газа» сказала, что вы давайте-ка, ребята, там сильно не увлекайтесь. Тем более на ходу ни в коем случае не пытайтесь это делать. Хорошо, но... Так, еще есть какие-то новости интересные? Есть еще новость. Вот это наконец-то связано с Тюменью. Так, хорошо. На прошлых выходных, как вы знаете, у нас наконец-то разобрали совмещенный мост. Да, убрали последнюю вот эту часть. Она по-научному называется «Ферма». Вот эту самую «Ферму». А я селфи сделать не успел. Дим, ты опоздал. Как же так-то? А ведь люди приходили очень много, я видел вот своими глазами, потому что... Да, все истории снимали, видео, да, Дим? Потому что это действительно история. Ну и поскольку он теперь уже, его сложно назвать совмещенным, да, все мы прекрасно знаем, что рано или поздно, наверное, либо администрация наша, либо кто-то еще скажет, ребята, давайте замутим конкурс, где мы будем все вместе придумывать название этому мосту, да? В «Слух.ру» интернет-газета решила опередить всех вот этих вот ребят и устроили свой как-то опрос, да, они решили провести в своем паблике, в котором попытались узнать у своих подписчиков, а как же они хотели бы назвать этот самый мост. Они предложили несколько вариантов или принимались все предложения? Сначала они предложили несколько вариантов, которые были озвучены в Твиттере. Были варианты такие. Бывший совмещенный мост, новый мост, несовмещенный мост, мост несовместимости. Вот это мне нравится, если честно, больше всего. Он, кстати, победил разделенный мост. Ну и там уже потом были другие предложения. Вот, кстати, в том же самом Твиттере. И самое главное, они очень интересно обосновывались. Значит, ну, наконец-то, Челюскинцев мост, профсоюзный мост, теперь будет Мельникайтерский. Ну, то есть, как бы, что вроде как логично. На что мужчине сказали, Мельникайтерский – это тот, который возле премьера. И тут ничего путать не надо, потому что у людей же было четко Мельникайтерский. Возле премьера совмещенный через Туру. Вот, поэтому этот вариант отвергли сразу. Бывший совмещенный, разделенный мост и мост дружбы. Вот такой вот был вариант, что вроде как мост влюбленных у нас есть, да, мост дружбы, может быть, еще какой-нибудь мост свадьбы. У тебя свой вариант есть какой-нибудь? Креативный. Я опять не подготовился. Если честно, мост несовместимости – это был как раз мой вариант. Мост несовместимости? Да. Мост противоречивости. Или мост, который… А, мост, который когда-то назывался совмещенный. Совмещенный. Мне кажется, его сейчас так и будут все называть. Вот как люди уже привыкли, так и останется. Да, в том-то и дело. У нас очень… Новое название-то появится, но привычка, она никуда не денется. Сто процентов так и будет. Плохо и живое. Я даже не сомневаюсь. Да. Ну, в общем, вот такие новости на данный момент, друзья. Надеемся, что тюменцы на следующей неделе отличатся. Будут более активными. Да, да. Спасибо тебе большое, Даня. Спасибо большое. Спасибо вам.